Привет! Я Ольга Лепатова, и вы на моём канале «Жизнь как путешествие». Сегодня мы с вами отправимся в Грецию и посмотрим, сладкая ли там жизнь. Мы с вами в Греции, и это город Александрополос. Смотреть туристу здесь особо нечего. Там порт городской. Хотя этот город очень тесно связан с российской историей. Но про это я вам в другом видео расскажу. Греки – большие сладкоежки. Сладости являются неотъемлемой частью любого греческого стола. И невозможно себе представить грека, неважно взрослый это или ребёнок, который обходится без сладостей. Милена работает в Александрополосе в одной из захаропластей. Это кафе-кондитерское по-гречески. Скажите, почему вы говорите по-русски? Почему? Потому что я русскую школу закончила. До 15 лет я была русской школы. Вообще кто по-русски? Гречанка или? Гречанка. Ну вот, это Суфло. И сейчас пойдём в музей Каприны. Суфло – это ещё один небольшой греческий городок. А Каприна – это шёлк. И вот здесь, в музее Каприны, я встретила Марину. Она работает экскурсоводом. Здесь у нас живой тутовый шёлкопряд. С самого маленького возраста до его конца жизни. С всей стадии. А русский вы откуда знаете? А я русская. Русская? Откуда? Из Сочи. Из Сочи вы сюда замуж вышли? Я приехала, я поехала сначала на Кипр, училась на Кипре. И потом приехала в Грецию случайно. И потом случайно здесь встретилась в Морозе. Зовут вас как? Марина. И вам здесь нравится жить в Греции? Отлично здесь. Мне очень здесь нравится. Очень хорошая жизнь. Спасибо. Сладкие – это те, которые с сиропом. Мило знакомят нас с греческими сладочками. Ну вот, смотрите, это какой-то крем или… Этот крем, да, он домашний крем, наш, как заварной крем. Тесто, оно слоеное. И сверху сиропик. Сироп Ясто называется. Сироп? Мельче. Ну, наш Наполеон, он четырехугольный. Здесь он делает, как вам сказать, нередельность. Каждое отдельное. А, вот, название другого. А вот это что? А это с этим. С орехом? Орехи, ну, аммигдал. Как называется по-русски? Как на… по-русски забыла. Не орех, а вот этот удлиненный. Как он называется? Аммигдал. Севичка. Аммигдал. Есть ли у нас слово аммигдал? Нет, да? Нет, не севичка. Это как… Ну, вот по-русски я не знаю, как назвать. Уже не знаю. Да, это чисто уже идут пирожные такие, да? Да, разные браумис с печеньем, шоколадом. Ну, это, наверное, уже не греческое, а уже чему? Нет? Нет, в Греции все это знают. Нет, понятно. Потому что вы про место пойдете и скажете браумис, а не вам браумис. Ну, да. Да. Так, спасибо. И цены мы видим примерно. У вас все идет, что-то я смотрю, в одной цене. В одной цене это один, один, два. Ну, да, да. Да, это стоит столько. Да, я поняла. Ну, просто везде, вот я смотрю, 2,20 евро. Ну, 20, если бы хотела это взять, 2,20, 2,20. Да. Да, это удобно. А Марина рассказывает о своей сладкой жизни в Греции. Очень дружелюбные люди принимают. Если тебя приняли в семью, то это уже семья. Скажите, а как его родственники приняли? Очень хорошо. Прямо сразу, да? Прямо сразу, да. Немножко перед знакомством нашим у нас были, у них, наверное, были какие-то... Какая-то осторожность такая, да? Ну, после нашей первой встречи сразу же меня приняли в семью как свою, и действительно никогда я здесь, никогда себя не почувствовала чужой. А на Кипре я такое почувствовала. Сложный момент выбора. Ну, что-то мне, в общем, вот это вот как-то понравилось, вот, интуитивно. Тува? Нет, тува. Тува? Да. Я с тобой... Да? Вот видишь, как мы с тобой похожи, оказывается. Ну, так на вид, не знаю. Греческий язык для русских очень простой. Да? А болгарский совсем? А болгарский совсем. Болгарский очень легко разобрать, но сложно говорить, потому что близко и очень сложно... А греческий... Далеко. Греческая грамматика похожа очень на русскую. Наша грамматика намного сложнее, чем греческая. Сколько подъедем? Греческая мы третий. И хватит. Три пы... Да. В русском семь. Шесть, шесть, шесть. Шесть, шесть, да. Шесть, шесть, да. Шесть, шесть, шесть. Шесть, 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 шесть. Тестируем греческие сладости. У меня вот крем очень вкусный. Мне прям попалась... Его можно есть отдельно. Да. Угу. А тесто, оно, конечно, пропитано этим сиропом греческим. Сиропы, она падает здесь. Ой, батюшки, падает все. Точно. Поэтому, наверное, и много воды надо. У нас хорошо, время много, можно спокойно кушать. А вот кофе мне очень понравилось. Это бразильский какой-то, да, она сказала, но... Так сладкая ли жизнь в Греции? Пусть каждый размышляет и решает сам для себя. А вот я со своей стороны обещаю, что подкину вам еще немало материалов для размышлений. На моем канале будет еще много видео рассказов про Грецию. И, как всегда, интересных и уникальных. Так что заходите на мой канал почаще. Ведь здесь я рассказываю не только о Греции, но и о многих других странах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!